Полицейский, для которого наркоторговцы стали не объектом борьбы, а источником заработка, оказался на скамье подсудимых. Майор полиции был пойман на взятке, которую пытался получить с подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Свою вину следователь признал, но как-либо объяснять совершенное отказался. Хочу с вами общаться. Ну скажите, пожалуйста, зачем тогда было брать эту взятку? А как же честь мундира? А неужели эти деньги настолько были нужны? Он являлся следователем, который расследовал уголовное дело в отношении лица, который обвинялся в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Решался вопрос по мере пресечения. И вот чтобы избежать, так скажем, более строгую меру пресечения, Батинкин предложил ему заплатить 20 тысяч рублей. В качестве оплаты за разрешение вопроса по менее строгой мере пресечения. То есть не в виде заключения под стражу, а в виде подписки о невыезде. Пожалуйста, подсудимый, вам последнее слово. Ваши союзу сержанным преступлением признаю полностью. Подсудимый, я не откаиваюсь. Прошу про принятие наказания в честь исключающего обстоятельства. А также прошу предназначение наказания, если это возможно, проявить стать 54-го и назначить наказание в виде штрафа. Суд приговорил признать подсудимого Батинкина Дениса Александровича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 15 тысяч рублей без ограничения свободы. Назначенное Батинкину наказание в виде лишения свободы считать условным, сопытательным, сроком 1 год. Скажите, как оценить решение суда? Не снимайте меня. Вы что, бестолковые, что ли? Согласна с приговором? Кстати, из правоохранительных органов следователь был уволен сразу же после совершения преступления еще в октябре 2015 года.